Глава двенадцатая Не успел Ричард смежить веки, как Эмма разбудила его и позвала завтракать. Заря едва поднималась, но уже проснулись первые петухи. Они оглашали окрестности громкими криками, приветствуя наступление нового дня. С кухни доносились дразнящие ароматы. Ричард вдруг понял, что страшно проголодался. Приветливая улыбка ни на минуту не сходила с Эмминого лица, но в глазах ее затаилась печаль. Жена стража границы пригласила гостей к столу. Она сообщила, что Чейз уже позавтракал и отправился седлать коней. Ричард взглянул на Кэлен. В простом дорожном костюме она была столь же хороша, как и в изысканном белом платье. За завтраком Эмма делилась с гостей проблемами воспитания детей. Зедд не переставал громко восхищаться кулинарными талантами хозяйки, а Ричард угрюмо размышлял о том, что их ждет впереди. Дверной проем заслонила огромная фигура Чейза. В комнате сразу стало темнее. При виде стража границы Кэлен невольно вздрогнула. Он предстал перед гостями в полном боевом облачении. Поверх кожаной рубашки сверкала металлическая кольчуга. Массивная серебряная пряжка с эмблемой стражей границы украшала широкий черный пояс. Облачения довершали плотные черные штаны, тяжелые ботинки и длинный черный плащ. За пояс Чейз небрежно заткнул пару черных рукавиц. С головы до пят он был увешан оружием, которого вполне хватило бы на небольшую армию. Любой другой на его месте сошел бы заряженного, но только не Чейз. Он выглядел более чем угрожающе. Отказавшись от привычной маски деланного равнодушия, страж границы придал лицу столь свирепое выражение, что никто не осмелился бы усомниться в том, будто он готов в любой момент устроить кровавую резню. На прощание Эмма протянула Зеду небольшой сверток. Это тебе, жареный цыпленок, объяснила она. Лицо волшебника расплылось в улыбке. Он нежно поцеловал Эмму в лоб. Кэлен обняла жену стража границы и пообещала при первой же возможности вернуть одежду. Настал черед Ричарда прощаться с гостеприимной хозяйкой. Он склонился к Эмме. Береги себя, тихонько прошептала она. Мужа она поцеловала в щеку. На сей раз Чейз отнесся к ее нежностям более снисходительно. Страж границы вручил Кэлен длинный нож в ножнах и наказал не расставаться с ним ни при каких обстоятельствах. Ричард поинтересовался, не найдется ли какого-нибудь ножа и для него, объяснив, что свой оставил дома. Пальцы Чейза привычно пробежали по сложному переплетению перевязей и немедленно нащупали нужный ремень. Он отстегнул нож и протянул Ричарду. Кэлен окинула вооруженного до зубов Чейза критическим взглядом. — Ты уверен, что все это тебе понадобится? — Трудно сказать, но если я оставлю это дома, тогда точно понадобится. Криво усмехнулся страж границы. Пришло время трогаться в путь. Кавалькаду возглавил Чейз, за ним Зетт, Кэлен и Ричард. Они неспешно ехали оленьим лесом. День обещал быть ясным, в утреннем воздухе ощущалась бодрящая свежесть. Высоко в небе над головами путников парил ястреб. — Недоброе предзнаименование в начале пути, — подумал Ричард. — Можно было бы прекрасно обойтись и без предупреждений. Ближе к полудню они пересекли оленью долину и въехали под кроны верхнего охотничьего леса. Путники свернули на Сокольничью тропу, огибавшую Транское озеро, и направились к югу. Вслед за ними медленно ползло знакомое змеевидное облако. Ричард был рад увезти его подальше от Чейзова дома. Его беспокоило, что, продвигаясь все дальше к югу, они теряют драгоценное время. Но Чейз сказал, что другой дороги через границу нет. Лиственные деревья уступили место вековым соснам. Ричарду казалось, будто они едут по дну глубокого каньона. Прямые стволы уходили на головокружительную высоту, прежде чем от них начинали отходить самые нижние ветви. В тени этих гигантских деревьев Ричард чувствовал себя карликом. Он любил бродить по лесу, нередко совершал длительные переходы и хорошо знал эту часть сокольничьей тропы. Временами ему казалось, что они с друзьями просто отправились на прогулку. Но все же что-то было не так. Они ехали в такие края, где Ричарду никогда прежде бывать не доводилось. Там их поджидает немало опасностей. Чейз обеспокоен тем, что творится в приграничных лесах, он сам говорил. Одно это уже настораживает. Чейз не станет беспокоиться по пустякам. Не такой он человек. Скорее наоборот, стражу границы временами не мешало бы быть поосторожнее. Ричард посмотрел на своих спутников. Чейз черный, как призрак, на огромном коне, вооруженный до зубов. Его равно побаивались и те, кого он защищал, и те, за кем он охотился. Зато дети просто души в нем не чаяли. Зед, седой, хрупкий, как тростинка, в просторном балахоне, довольный уже тем, что ему не пришлось ничего нести, кроме жареного цыпленка. И в то же время повелитель волшебного огня, и одни духи знают чего еще. И, наконец, Кэлен. Отважная, целеустремленная, наделенная неизвестным магическим даром. Единственная, кто мог бы заставить волшебника назвать Искателя. Все трое его друзья. И, несмотря на это, каждый таит в себе угрозу. Интересно, кто из них более опасен? Они беспрекословно следуют за Ричардом и в то же время непонятным образом сами направляют его. Все трое поклялись отдать жизнь в защиту Искателя. И никто из них ни вместе, ни по отдельности не в силах противостоять Даркину Ралу. Вся их затея показалась Ричарду совершенно безнадежной. Он ехал, погруженный в невеселые размышления. Зед принялся за цыпленка. Время от времени он бросал через плечо обглоданные косточки. Наконец старый волшебник вспомнил, что не мешало бы угостить и друзей. Чейз отказался. Он пристально оглядывал тропу и заросли, особенно внимательно всматриваясь в чащобу слева, со стороны границы. Двое других приняли предложение. Ричард и не ожидал, что цыпленка хватит надолго. Когда тропа сделалась чуть пошире, он догнал Кэлен и поехал рядом. День выдался погожий, девушка сняла плащ и улыбнулась Ричарду той особой улыбкой, которой не удостаивала больше никого. Ричарду пришла в голову мысль. Зед, может, волшебник вроде тебя что-нибудь сделать с этим облаком? Старик, прищурившись, посмотрел на Ричарда. Я уже думал об этом. Полагаю, что это в моих силах. Но лучше подождать, пока мы не отъедем подальше от дома Чейза. К чему подвергать опасности Эмму с детишками? Вскоре после полудня им повстречались древний старик со старухой, давние знакомцы стража границы, жившие здесь с незапамятных времен. Чейз остановился поговорить с ними. И хотя страж границы обращался к собеседникам весьма почтительно, те явно побаивались его. Старики пересказали тревожные слухи о многочисленных бедах и напастях, обрушившихся на жителей приграничных лесов. Пока не говорили, Чейз, развалившись, сидел в седле, слегка поскрипывавшим под его тяжестью. Он пообещал старикам разобраться в происходящем и посоветовал не выходить из дома после наступления темноты. Вечерело, а четверо спутников все продолжали двигаться вперед по Сокольничьей тропе. Уже совсем стемнело, когда они наконец решили остановиться на ночлег. Не успело солнце показаться из-за приграничных отрогов, как они снова тронулись в путь. Ричард и Кэлен дремали на ходу. Они ехали все дальше на юг. Лес сделался более редким. Порою тропинка бежала просторными, залитыми солнцем полянами, поросшими сочной зеленью. Осенний воздух был напоен пряными запахами трав. Дорога свернула вправо, удаляясь от мрачных пограничных гор. Здесь уже можно было встретить немногочисленные сельские домики, обитатели которых, едва завидев Чейза, тут же спешили скрыться. В своих странствиях Ричард редко заходил так далеко на юг. Он плохо знал эти края и потому внимательно оглядывал местность, стараясь запоминать ориентиры. Ближе к полудню путники устроили небольшой привал и перекусили, греясь в мягких лучах осеннего солнца. Тропа вновь повернула к суровым скалистым отрогам и вскоре подошла почти к самой границе. Тут и там взгляд натыкался на безжизненные стволы деревьев, пораженных змеиной лозой. Солнечный свет почти не проникал в чащу. Лицо Чейза стало еще более суровым. Он ехал впереди, сосредоточенно всматриваясь в глухие заросли. Временами страж границы спешивался и вел коня в поводу, хмуро изучая следы. Дорогу пересек небольшой ручей, сбегавший с гор. Вода в нем оказалась мутной и холодной. Чейз остановился и долго вглядывался в тени. Остальные терпеливо ждали, посматривая то друг на друга, то на границу. Ричард ощутил знакомый запах тления. Змеиная лоза. Страж границы проехал чуть вперед, спешился и присел на корточке, тщательно исследуя тропу. Поднявшись, он передал поводье Зедду и, прежде чем скрыться в чаще, бросил только одно слово. Ждите. Друзья молча смотрели ему вслед. Лошадь Кэлен принялась пощипывать траву, отгоняя время от времени назойливых мух. Чейз возвратился мрачный, как туча. Ни слова не говоря, он натянул рукавицы и принял у Зедда поводья. Дальше поедете втроем. Не ждите меня и не останавливайтесь. Держитесь сокольничьей тропы. Что такое? Что ты там обнаружил? Встревожно спросил Ричард. Чейз повернулся к нему. Волки справили пир. Я собираюсь похоронить то, что осталось, а после ехать лесом, держась между тропой и границей. Надо кое-что проверить. Не забудьте, что я сказал. Не останавливайтесь. Коней не гоните, но и не придерживайте. Пусть идут доброй рысью. Да посматривайте по сторонам. Если вам покажется, что меня нет слишком долго, не вздумайте возвращаться и разыскивать меня. Это бесполезно. Я знаю, что делаю. И вам меня никогда не найти. Я сам вернусь, как только смогу. А пока вперед. И не сворачивайте с тропы. Он прыгнул в седло, развернул коня и поскакал в лес. Только пыль летела из-под копыт. Поезжайте! Крикнул напоследок страж границы. Ричард успел заметить, что перед тем, как скрыться в зарослях, Чейз вытащил из ножен короткую саблю и крепко сжал ее в руке. Выходит, Чейз обманул их. Не собирается он ничего хранить. Не по душе все это было искателю. Отпускать друга одного в опасной близости от границы. Да, но ведь Чейз провел здесь большую часть жизни. Он знает, что делает и что надо делать, чтобы защитить их. Ричард должен доверять ему. Вы слышали, что он сказал? Спросил Ричард. Поехали. Чем дальше они продвигались, тем выше становились скалы, стоявшие по сторонам тропы, заставляя ее петлять то вправо, то влево. Деревья росли сплошной стеной. Солнечный свет почти совсем исчез из неподвижного леса. Дорога напоминала глухой туннель, пробитый в чаще. Ричарду это нравилось все меньше и меньше, и он, не замедляя хода, постоянно вглядывался в тени слева, со стороны границы. Ветви нависали над тропой так низко, что путникам то и дело приходилось пригибаться к холкам коней. И как только Чейзу удается продираться сквозь такие заросли? Тропа расширилась. Ричард нагнал Кэлен и поскакал слева, желая хоть как-то защитить ее от опасностей границы. Он перекинул поводья в левую руку, положив правую на рукоять меча. Девушка ехала, зябко кутаясь в плащ, но Ричард все же заметил, что в руке ее зажат охотничий нож, подаренный Чейзом. Внезапно глухой протяжный вой разорвал тишину. Так могла завывать стая волков, но Ричард знал, что это не волки, а твари границы. Все трое встревожно посмотрели налево. Кони испуганно вздрогнули и перешли на голоб, пришлось натянуть поводья. Ричард понимал, что должны чувствовать лошади. Он с трудом поборов себе желание ослабить поводья, но раз Чейз велел ехать рысью, значит, у него были на то причины. Вдруг леденящий душу виск, при звуках которого у Ричарда волосы встали дыбом, заглушил вой. Пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы побороть искушение пустить коня в голоб. Виск перешел в рев. В этом диком, отчаянном реве звучало требование, в нем была жажда крови. Почти час они ехали рысью, преследуемые по пятам страшными криками, явно не думавшими стихать. Оставалось одно. Продолжать путь. Не в силах больше выносить этого, Ричард резко натянул поводья, остановил коня и повернулся к лесу. Там был Чейз. Один на один с дикими зверями, порожденными магией границы. Он не может бросить друга, он обязан помочь. Мы должны ехать вперед. Повернулся к нему Зет. А если Чейз попал в беду, не можем же мы бросить его на произвол судьбы? Это его работа. Дай ему справиться с ней самому. В данный момент его работа не страж границы. Его работа заботится о нашей безопасности. Волшебник подъехал поближе и мягко проговорил. Ты прав, Ричард. Именно этим он сейчас и занят. Он поклялся защищать тебя, пусть даже ценой собственной жизни. То, что ты делаешь, важнее, чем чья бы то ни была жизнь. Чейз это знает. Вот почему он приказал не возвращаться за ним. Ричард не верил собственным ушам. Думаешь, я позволю другу отправиться на верную смерть и даже не попытаюсь вмешаться? Вой стал приближаться. Я думаю, ты не позволишь ему погибнуть зря. Ричард пристально посмотрел в глаза старику. Но может, нам удастся его спасти? А может, и нет. Кони встревоженно забили копытами. Зед прав, вмешалась Кэлен. Мужество сейчас не в том, чтобы отправиться на выручку Чейзу, а в том, чтобы продолжать путь. Ричард понимал, что они правы, но отнюдь не был склонен признавать это. Он недовольно взглянул на Кэлен. В один прекрасный день ты тоже можешь оказаться в такой же ситуации. Что я тогда должен буду делать? Девушка спокойно выдержала его взгляд. Продолжать путь. Ричард молча смотрел на нее, не зная, что ответить. Завывания слышались все ближе и ближе. Лицо Кэлен оставалось столь же бесстрастным. Ричард, Чейз занимается этим всю жизнь. С ним все будет в порядке, обнадеживающе сказал Зед. Я не удивлюсь, если узнаю, что подобные приключения даже забавляют его. Будет потом что порассказывать. Ты же знаешь Чейза. Кое-что в его байках может даже оказаться правдой. Ричард был зол и на них, и на себя. Он пришпорил коня и вырвался вперед, не желая продолжать бесполезный разговор. Друзья не стали останавливать его. Ричард целиком погрузился в свои мысли. Его бесило, что Кэлен могла подумать, будто, угрожая ей опасность, он смог бы бросить ее. Она не страж границы. Ему не нравилось, что кто-то мог заплатить за их спасение собственной жизнью. Это не имеет смысла. По крайней мере, ему не хотелось, чтобы это имело смысл. Он старался не обращать внимания на вой и виск, доносившиеся из чащи. Вопли начали удаляться и вскоре остались далеко позади. Лес казался полностью вымершим. Ни птицы, ни зайцы, ни даже мыши. Только корявые деревья, кусты ежевики и неясные тени. Ричард постоянно прислушивался к стуку копыт, проверяя не отстали ли Зет и Кэлен. Не хотелось оглядываться, не хотелось видеть их лица. Внезапно он осознал, что крики стихли. Что бы это могло значить, к добру ли это? Ричарду захотелось сказать друзьям, что он виноват, что он просто беспокоился за Чейза, но он не мог этого сделать и чувствовал себя совсем беспомощным. С Чейзом все будет в порядке, твердо сказал он себе. Чейз главный страж границы, не дурак и не станет связываться с тем, с чем ему не справиться. Интересно, существует ли в мире что-нибудь такое, с чем Чейзу не справиться? И как он, Ричард, посмотрит Эмми в глаза, если с ее мужем все же что-то случится? Не вовремя он дал волю своему воображению. С Чейзом все в порядке. Да он просто в ярость придет, когда узнает, что Ричард мог такое о нем подумать, что он хотя бы на мгновение позволил себе усомниться в друге. Интересно, вернется Чейз до заката или нет? И как быть, если он все же не появится? Останавливаться на ночлег? Нет. Чейз не велел останавливаться. Если понадобится, они будут скакать всю ночь, пока Чейз не догонит их. Ричарду казалось, что горы угрожающе нависли над ними, готовые в любой момент обрушиться. Ему никогда раньше не случалось подходить так близко границы. Пока мысли его были заняты Чейзом, Ричард немного успокоился. Гнев остыл. Он обернулся к Элен. Та приветливо улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ. Теперь он чувствовал себя лучше. Ричард попытался представить, как выглядели эти леса раньше, пока змеиная лоза не погубила столько деревьев. Наверное, это было прекрасное место. Уютное, зеленое, безопасное. Может быть, здесь проезжал отец, возвращаясь из срединных земель. Скакал по этой самой тропе, а к седлу у него была приторочена книга. Интересно, что творилось возле второй границы, перед тем, как она пала? Тоже гибли деревья? Может, лучше всего попросту дождаться, пока падет и это, и спокойно перейти на другую сторону? Стоит ли отклоняться так далеко к югу? Но почему он думает, что дорога на юг это крюк в сторону? Ведь он не знает, в какой части срединных земель укрыта последняя шкатулка Одена. А шкатулка с таким же успехом может оказаться как на севере, так и на юге. Лес становился все мрачнее. Последние два часа Ричард сквозь густые кроны не видел солнца, но оно, вне всяких сомнений, уже клонилось к горизонту. Ему вовсе не улыбалось путешествовать в темноте по этому гиблому лесу, но останавливаться здесь на ночлег хотелось еще меньше. Ричард поехал помедленнее, не желая сильно отрываться от друзей. В предвечерней тишине послышалось едва различимое журчание воды. Вскоре путники подъехали к небольшой речушке, через которую был перекинут деревянный мост. Ричард остановился. Вид моста вызывал странные ощущения. Казалось, он таит в себе непонятную угрозу. Осторожность не повредит. Он направил коня к воде и заглянул под мост. Балки крепились гранитным опором железными кольцами. Штыри, на которых висели кольца, исчезли. Кто-то здесь хорошо поработал. Человека мост еще выдержит, но коня нет. Боюсь, нам придется помокнуть. Что-то мне не хочется мокнуть, капризно сказал Зедд. У тебя есть другие предложения? Поинтересовался Ричард. Зедд провел пальцами по щекам. Да, объявил он. Вы перейдете, а я подержу мост. Ричард посмотрел на волшебника, как на умалишенного. Идите, идите. Все будет в порядке. Зедд выпрямился в седле, простер руки ладонями кверху, запрокинул голову, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Нехотя с опаской, Ричард и Кэлен ступили на деревянный настил. Спустившись на другой берег, они развернули коней и оглянулись. Конь волшебника сам пошел вперед. Всадник все так же прямо сидел в седле, распростерш руки, запрокинув голову, сомкнув веки. Поравнявшись со своими спутниками, он опустил руки и раскрыл глаза. Те изумленно воззрились на волшебника. Может, я ошибся? Пробормотал наконец Ричард. Может, мост бы и выдержал? Может, и ошибся, улыбнулся Зедд и, не оглядываясь, щелкнул пальцами. Мост с треском рухнул в воду. Бревна жалобно заскрипели, уносимые течением. А может и нет. Во всяком случае, оставлять его в таком виде опасно. Еще провалится кто-нибудь. Ричард покачал головой. Когда-нибудь, друг мой, мы сядем и обо всем поговорим. Он развернул коня и тронулся в путь. Зедд, взглянув на Кэлен, молча пожал плечами. Та улыбнулась волшебнику, повернулась и последовала за Ричардом. Они скакали по Сокольничьей тропе, зорко всматриваясь в глухие дебри. Ричард гадал, на что еще способен старый волшебник. Он предоставил лошади самой выбирать дорогу в темноте. Порой ему начинало казаться, что они едут уже целую вечность. Интересно, настанет ли когда-нибудь конец этому гиблому лесу? С приходом ночи в чаще пробудилась жизнь. Все вокруг наполнилось неясными шорохами и звуками. Конь под Ричардом испуганно всхрапнул. Всадник успокаивающе потрепал его по холке и взглянул наверх, ожидая увидеть гаров. Бесполезно. Густые кроны деревьев полностью заслоняли небо. Но если гары все-таки вздумают напасть, им придется немало потрудиться, чтобы застигнуть путешественников врасплох. Мертвые стволы и сухие ветви помешают приблизиться бесшумно. Хотя, может статься, в ветвях затаились твари пострашнее гаров. Ричард ничего не знал об обитателях приграничных лесов, но не испытывал особого желания познакомиться с ними поближе. Сердце бешено стучало у него в груди. Так прошел еще час. Внезапно слева от тропы послышался треск. Кто-то продирался сквозь заросли, ломая на ходу кустарник. Ричард пустил коня в голоп и оглянулся на друзей. Зедд и Кэлен скакали за ним. Кто бы это ни был, зверь или человек, но он не отставал. Оторваться от погони не удавалось. Таинственный преследователь двинулся наперерез. Может, это Чейз, подумал Ричард, а может и нет. Он выхватил из ножен Меч Истины, весь подобрался, подался вперед и пришпорил коня, оставив своих спутников далеко позади. Впрочем, сейчас Ричард о них не думал. Он прилагал все усилия, чтобы разглядеть в густой темноте того, кто преградил им дорогу. Конь стрелой летел по темной тропе. Ярость Искателя сменилась пылким нетерпением. Выставив подбородок, он мчался вперед, готовый биться не на жизнь, а на смерть. Стук копыт заглушал лесные шорохи, но Ричард знал, что Неизвестный все еще там, что он приближается. Наконец он заметил ярдах в десяти от себя черный силуэт, скользящий на фоне едва различимых деревьев. Искатель поднял меч и кинулся на врага, весь в ожидании грядущей схватки. Неизвестный застыл на месте. В последний миг Ричард успел разглядеть, что перед ним Чейз. Страж границы, предостерегающий, поднял тяжелую булаву. Рад убедиться, что ты на стороже, вместо приветствия сказал Чейз. Чейз, я чуть с ума не сошел со страха. Был момент, когда я тоже за тебя испугался. К ним подъехали Зет и Кэлен. За мной, не растягивайтесь. Ричард, поедешь с замыкающим. Держи меч наготове. Чейз развернулся и пришпорил коня. Остальные поскакали вслед за ним. Ричард не знал, гонится кто-нибудь за ними или нет. Если бы намечалась драка, Чейз повел бы себя иначе. Но, с другой стороны, он велел держать меч наготове. Ричард беспокойно оглянулся через плечо. Четыре всадника мчались сквозь тьму, низко пригибаясь к холкам коней. Такие скачки по ночному лесу таят в себе немало опасностей, но Чейз знает, что делает. Когда они достигли развилки, первый за весь день Чейз без колебаний свернул вправо прочь от границы. Вскоре они выбрались из чащи. Лунный свет озарял волнистую гряду холмов, поросших травой. Лишь кое-где темнели небольшие купы деревьев. Страж границы натянул поводья и пустил коня шагом. Ричард убрал меч в ножны. Что это было, спросил он, поравнявшись с Чейзом. Прежде чем ответить, страж границы прицепил булаву к ремню. Нас преследуют твари с границы. Когда они вылезли из логова, намереваясь полакомиться тобой, я встал у них на пути и слегка подпортил им аппетит. Некоторые сбежали, а те, что остались, следовали за тобой, не выходя за пределы границы. Там мне до них не дотянуться. Потому-то я и не хотел, чтобы вы быстро ехали. Иначе я не поспевал бы за вами, пробираясь сквозь чащу, и эти твари смогли бы опередить меня. На ночь мы отъехали подальше, чтобы они не учуяли наш запах. Теперь слишком опасно путешествовать вдоль границы по ночам. Мы остановимся на привал где-нибудь здесь, на холме. Он оглянулся на Ричарда. Кстати, зачем ты там остановился? Я же просил не делать этого. Когда поднялся вой, я за тебя испугался и хотел идти на помощь. Но Зет и Кэлен отговорили меня. Ричард подумал, что Чейз рассердится, но тот остался спокоен. Спасибо, но больше так не делай. Пока вы стояли и обсуждали этот вопрос, твари с границы чуть было до вас не добрались. Зет и Кэлен правы. В следующий раз не спорь с ними. Ричард почувствовал, как у него горят уши. Он знал, что Зет и Кэлен правы, но от этого было не легче. Что ни говори, а ему все же пришлось оставить друга в беде. Чейз, спросила Кэлен, ты сказал, что они до кого-то добрались. Это правда? В неверном лунном свете лицо стража границ оказалось высеченным из камня. Путники разбили лагерь на вершине холма, откуда хорошо просматривались все окрестности. Чейз с Зетом пошли распрягать коней. Ричард с Кэлен разожгли костер, достали хлеб, сыр, сушеные фрукты и подвесили над огнем котелок с мясом. Покончив с хозяйством, они отправились собирать хворост. Ричард полушутя заметил, что вдвоем они составляют превосходную команду. В ответ Кэлен едва заметно улыбнулась и отвела взгляд в сторону. Ричард взял девушку за руку. «Кэлен, если бы там была ты, я бы непременно вернулся», тихо проговорил он, пытаясь выразить этими словами очень многое. Кэлен, испытывающая, посмотрела ему в глаза. «Пожалуйста, Ричард, даже и не думай об этом». Она мягко отняла руку и пошла к костру. Когда Зедд с Чейзом вернулись, Ричард заметил, что ножны, болтавшиеся на плече Стражи Границы, пусты, короткая сабля исчезла. Не хватало и одного из боевых топоров, и нескольких длинных ножей. Но Чейз не остался безоружным, до этого было еще далеко. Его булава вся была запачкана кровью, рукавицы пропитались ею насквозь. На одежде расползлись бурые пятна. В полном молчании он достал нож, подцепил огромный желтый клык, застрявший между шипами булавы, и швырнул его в темноту. Отмыв лицо и руки от крови, Страж Границы подсел к костру. Ричард подбросил в огонь охапку хвороста. Чейз, а что это за существа за нами гнались? И как вообще кто-то может выходить из границы и входить в нее? Чейз взял большой ломоть хлеба и отправил себе в рот сразу пол куска. Их называют гончами сердца. Они раза в два больше волка, огромная грудь бочонком, голова, как одна сплошная пасть, громадная, полная зубов. Бешеные. Какого цвета, я не знаю. Выходят только по ночам. Вот так. В этом лесу так темно, что не разглядишь, да и занят я был. Никогда не видел столько зараз. А почему их так называют? Чейз, продолжая жевать, мрачно посмотрел на Ричарда. Спорный вопрос. У гонщик сердца большие уши и очень чуткий слух. Говорят, они могут найти человека по биению сердца. Ричард вытаращил глаза. Чейз взял еще ломоть и с минуту молча жевал. Другие говорят, что их зовут гончами сердца, потому что так они и убивают, кидаются на грудь. Большинство хищников тянется к горлу, но только не гончие сердца. Им нужно твое сердце. И зубов у них для этого дела достаточно. Сердце первое, что они пожирают. Если псов несколько, они дерутся из-за него. Зедд положил себе в миску жаркое и передал черпак Кэлен. У Ричарда начисто пропал аппетит, но он должен был выяснить все. А ты, Чейз, как ты думаешь? Чейз пожал плечами. Я никогда не сидел возле границы по-настоящему тихо, чтобы проверить, услышат они стук моего сердца или нет. Он откусил еще кусок и посмотрел себе на грудь. Не переставая жевать, страж границы стянул с себя тяжелую кольчугу. В ней зияли две рваные прорехи. В сплющенных металлических кольцах застряли сломанные концы желтых клыков. Кожаная рубаха насквозь пропиталась кровью гончих. У того, кто это сделал, в брюхе торчал обломок моей сабли, а я в это время был верхом. Он посмотрел на Ричарда и приподнял бровь. Я ответил на твой вопрос. У Ричарда мурашки пробежали по коже. А как им удается выходить из-за границы и входить в нее? Кэлен протянул Чейзу жаркое. Тот взял миску и продолжил рассказ. Они связаны с магией границы, вернее, порождены ею. Это, скажем так, цепные псы границы. Они спокойно могут входить туда и выходить обратно. Граница не причиняет им вреда. Но гончие сердца привязаны к ней и не могут отходить далеко. С тех пор, как граница стала слабеть, они забираются все дальше и дальше. Вот почему в последнее время так опасно путешествовать по Сокольничьей тропе. Если бы мы решили искать обходные пути до Королевских ворот, на это ушла бы еще неделя. Та тропинка, по которой мы сюда свернули, единственная, что уводит от границы. Теперь, вплоть до самого южного пристанища, никаких ответвлений от Сокольничьей тропы не будет. Я знал, что непременно должен нагнать вас, пока вы не проехали развилку, иначе нам пришлось бы ночевать в лесу. Завтра при свете дня я покажу, как слабеет граница. Ричард молча кивнул. Каждый погрузился в собственные мысли. Они рыжевато-коричневые, негромко сказала Кэлен. Она сидела, устремив взгляд на огонь. Гончие сердца, рыжевато-коричневые, мех у них короткий, какой бывает на спине у оленя. В Срединных землях их теперь можно встретить повсюду. Когда пала вторая граница, гончие сердца освободились от уз. Они полностью сбиты с толку и появляются не только ночью, но и днем. Все трое замерли, пытаясь осознать услышанное. Зедд и тот на минуту перестал жевать. Неплохо, выдохнул наконец Ричард. Надо думать, в Срединных землях найдется что-нибудь и похуже. Это был не вопрос, а скорее язвительное замечание. Горящий хворост тихо потрескивал, оранжевые блики пламени играли на усталых лицах путешественников. Казалось, Кэлен была мыслями за многие мили отсюда. «Даркин рал», – прошептала она. «Даркин рал», – прошептала она. «Даркин рал» Продолжение следует...